Но что же происходит, если человек упал и пребывает во грехе, он живет во грехе, и люди пытаются его восстановить, люди пытаются обратить его внимание на грех, но он не хочет, он не смиряется, он не сокрушается, он противостоит таким попыткам. Он не хочет возвращаться к Богу. Что же делать тогда? Что делать с таким человеком, который называет себя верующим, но, насколько можно видеть, он когда-то уверовал и ходил со Христом, а теперь живет во грехе и не хочет возвращаться к Богу? Он не хочет признаться в грехе. Как с ними поступать? Как относиться к вопросам церковной дисциплины? Когда-то, когда я был неопытным пастором, мне пришлось впервые столкнуться с этим вопросом. Я был молод, я основал церковь, церковь росла. Был у нас один человек, который был среди первых основателей церкви. Он был на всех богослужениях, и как-то он не пришел в церковь. И перед самой проповедью ко мне подошла его жена и говорит, «Вы знаете, мой муж сейчас дома, и вчера вечером он мне признался, что у него любовные связи. Побеседуйте с ним, пожалуйста, после церкви. Приезжайте к нам». Я говорю, «Конечно приеду». Я приехал, вижу, он сидит в кресле, так расслабился, смотрит футбол по телевизору. Он на меня даже не посмотрел. Я говорю, «Клайд, я хочу с тобой поговорить о твоей жизни, о том, что с твоей жизнью происходит, о том, что мне рассказала твоя жена». И вдруг он так озлобился. Я говорю, «Я хочу тебе помочь, примириться с Богом». «Да не нужна мне ваша помощь», говорит он мне. «Да, у меня есть связи, и у меня будут связи», говорит он. Я стал его умолять. «Бог тебя простит, ты вернешься в общение, мы хотим тебе помочь, ты вернешься в церковь». А он говорит, «Нет, не хочу». Потом мы вызвали его на церковный совет, и он не хотел с нами разговаривать. Он так дерзко на нас смотрел. И прошло какое-то время, и у нас не было больше других вариантов. У нас остался только один вариант – церковная дисциплина. И вот тут возникает вопрос, что такое церковная дисциплина? Когда ее нужно применять? За какие грехи? Кто ее должен применять? Почему нужна вообще в принципе церковная дисциплина? И как сочетать Божью любовь, и благодать, и милость, с одной стороны, и истинную справедливость, с другой? Вот вопросы, на которые нужно ответить. Какие грехи? Личные. И человек сам должен в них разбираться перед Богом. Такие грехи есть. Человек сам должен разобраться перед Богом, и все. И с другой стороны, какие грехи оказывают влияние на других, и, соответственно, требуют участия других в покаянии грешника? Ну, например, этот грех касается мужа, жены, других людей и так далее. Какие грехи требуют вмешательства руководителей церкви и всей церкви? И когда мы обозначим эти грехи, возникает следующий вопрос. Как нужно осуществлять церковную дисциплину? Начнем, собственно говоря, с грехов. Какие грехи требуют церковной дисциплины? В этих лекциях я снова и снова говорю одну и ту же вещь. Я повторяю ее, потому что ее нужно повторять, нужно подчеркивать. И заключается она вот в чем. Грехи, в случае которых должна наступать церковная дисциплина, это грехи, в которых человек упорствует. Он повторяет этот грех, он совершает его снова и снова, хотя его увещевали, хотя ему об этом говорили. Вот на такие грехи рано или поздно нужно отвечать церковной дисциплиной. А когда мы смотрим Священное Писание и пытаемся разобраться в том, какие грехи требуют церковной дисциплины, у нас получается вот такой список. Их можно найти в Первом Послании Коринфянам, Пятая и Шестая главы. Я сейчас не буду перечитывать Пятую и Шестую главы Первого Послания Коринфянам. Остановлюсь лишь на некоторых грехах, которые там перечислены. Церковная дисциплина применяется, когда грех имеет сексуальный характер. Причем в этом грехе человек упорствует. В Коринфянской церкви был человек, который вступил в интимные отношения со своим мачехой. И все в церкви об этом знали, но никто ничего по этому поводу не делал. И дважды в Первом Послании Коринфянам, Пятая глава, апостол Павел говорит, что с такими людьми надо не сообщаться. Павел весьма сурово обращается к руководству этой церкви, потому что они ничего по этому поводу не делали. Вот вам грехи сексуального характера. Ну и еще Титут 3, 10-11, Римлянам 16-17. Разделение. Помните, в притчах 6-я глава мы читаем о том, что Бог ненавидит тех, кто сеет раздор среди братьев. Есть люди, у которых как-то получается сеять раздор. Вот такое у них влияние. Они сплетни разносят, слухи разносят, и люди перестают понимать друг друга. Люди в теле Божьем не понимают друг друга. А Бог хочет, чтобы церковь была единой. И единство тела чрезвычайно важно. 132-й Псалом. Как хорошо и приятно братьям и сестрам жить вместе. Когда есть единство, Бог благословляет. если единство нет, то тело раздроблено. Глава тела, Христос, не может трудиться через эту церковь, потому что она разделена. И нам надо серьезно реагировать, сурово реагировать на тех, кто вносит разделение. Сатана пытается внести разделение в церковь. И когда с таким человеком беседуешь, если он не оставляет своих попыток, если он продолжает вносить разделение, то церковное руководство не имеет права продолжать ему это делать. Необходима церковная дисциплина. Еще один случай, когда нужна церковная дисциплина, многие, конечно, удивятся, но это второе послание к фессалоникийцам, 3 глава, 6 по 15 стихи. Это люди, которые живут бесчинно, люди, которые могут работать, но не работают, а хотят жить за счет других, за счет церкви. за счет фонда взаимопомощи. После того, как этих людей увещевали, им сказали, слушай, если ты не работаешь, ты не должен есть. Все очень четко и недвусмысленно. Значит, если человека увещевали, а он продолжает лениться, он продолжает быть эгоистом, он продолжает жить за счет других, то ему нельзя оставаться в общении. еще один грех. Второе послание Иоанна 7 по 11 стихи, 1 Иоанна 4, 1-3, Галатам 1, 6-9. Это лжеучителя, те, кто проповедует ереси, те, кто учит ереси, они отвергают божественность Иисуса Христа, они отрицают рождение Иисуса Христа, они приносят небиблейские учения, они что-то добавляют к Священному Писанию, и их учения не соответствуют принципам вечного Божьего Слова. После того, как их попытались исправить, а они не исправляются, они распространяют свои лжеучения, так или иначе их нужно подвергнуть церковной дисциплине. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...